Всем привет, ценителя Майона! Готовы к новым порциям познавательного материала? Тогда усаживайтесь поудобнее, сейчас мы будем разбирать такой данж, как Форт Адма. Где главный босс Конер Армарк? Расскажу, как правильно агрить мобов, чтобы не сливать опыт и не зачищать все комнаты. Также я буду показать именно играя за лучника и буду говорить, какие у меня обязанности за этот класс в этом данже. Но для начала по традиции, давайте вместе подпишемся на канал, ну и про колокольчик тоже не забудем. А то пропустим про другие данжи. Начнем с того, что тут мобы вешают на себя щит, который нельзя пробить. Так что на первых секундах не пытайтесь раздамажить всеми скиллами, можете начать с немки. Есть возможность, что он не успеет заюзачить, но это бывает очень редко. Сливаем двух мобов и потом сливаем еще двух следующих мобов. Внимание, тут есть ходячий моб, смотрите на карте, чтобы он был далеко от вас. Ходит он по периметру комнаты. После убиваем всех мобов справа, кстати вставайте лучником так, чтобы если вы мобов отодвинете станом, то моб никого не сагрит. Будьте внимательны. И кстати скажу сразу, не забывайте про песок. Если вам трудно убить двух мобов, сыпьте. Если нет, то сыпьте на трех мобов. Тут запрыгиваем на пик аккуратно и перепрыгиваем яму, чтобы не цеполнуть стоячих справа мобов. Кстати, вот и ходунок пришел. Заливаем все, что есть тут и отдаем ключ лати, так как он будет пробегать первым и получать урон тоже будет он. Так как у нас кто-то сагрил справа, мы идем через справа. Если у вас никто не сагрил, то идите через левую дверь. Тут вообще не принципиально. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот следующая комната уже геморройная. Но я вам расскажу, как тут проходить. Кстати, будет 100 лайков, я расскажу, как проходить следующий данж, например, Фейту Тьмы или Драбу. Пойдет? Смотрите, самое главное, это смотреть на мини-карту. Сразу агрить не нужно. Нужно дождаться, пока левый моб сойдет в одну точку. Там есть лич, который ходит пару шагов. И второй лич, который стоит. Ждите, пока он будет дальше от инфестов. Также чекайте проходящую банши к личам. Если лич ушел, то можно агрить моба. У нас уже ходунок инфест пришел к нам, и мы забрали и его сразу. Если ваш инфест-ходунок далеко от вас, ждите момента, пока он придет, чтобы сделать так, ужить историю и с ним. После того, как убьете их, заходим в комнату и прыгаем на личей. Только смотрите, чтобы банша была либо далеко, либо возле личей, как у нас. Кстати, важно, чтобы все прыгнули к ним, чтобы мобы не побежали через ступеньки. Тут мы убиваем по одной банши. Вы же можете просто взять одну банши и два инфеста в другую комнату и там разнести их. Берите правых. Кстати, лучнику после пол хп банши нужно давать немку, чтобы не костанул эфир. Следующая комната легкая. Просто убиваем мобов. Продолжение следует... Как зачистили комнату, начинается следующее. Тут нам нужно выбить ключ моба по центру. Но перед этим не торопитесь входить. При входе вас ждет лич и ходячая банши. Чтобы не бить толпу, смотрите, чтобы банша была рядом с личом в левой стороне. Или чтобы она была в правом паке. Чтобы ее не сагрить. Если так, то ждите, когда она подойдет, как у нас. Теперь нужно сагрить центральную. Лучше, конечно, сделать так. Тянем лича с комнаты, убиваем ее. И после уже агрим рыцаря. Смотрите, чтобы от него ушли все мобы, как у нас. Вот и еще одну комнату мы прошли. Тут у нас три двери. И рандомно падает один ключ. Нам же выпала сокровищница. Это самая легкая комната. Давайте сразу ее разберем. А потом уже разберем еще одну комнату. Сокровищница прямо рядом с нами. Чистим мобов. И сейчас будем тащить босса. В этой комнате также нужно смотреть за ходунками. Чтобы не сагрить всех мобов. Агрим стражника первого и лича ходунка. Потом дальше агрим одного стражника ходунка. И только потом двух стражников в центре. Смотреть, чтобы ходунок за ним не был рядом. Настало время босса. Агрим босса пока нет ходунка. И бьем в проеме. Нет сложности его бить. Лутаем его и бежим к выходу. А теперь давайте разберем другую комнату. На мой взгляд самое сложное это трапезная. Убиваем ходунка леди и двух стражников. Теперь заходим в комнату и оглядываемся. Тут теперь не все зависит только от танка. Видите трех мобов рядом? Сукуба, лечь и вампир. Вам нужно будет прыгнуть прям в них и начать бить именно там. Обязательно нужно прыгнуть всем. Даже хилу. Ну или вы все умрете. Так как моб побежит по лестнице и сагрит всю комнату. Также не нужно наступать на подъем по периметру комнаты. Так как они почему-то идут к углу и оттуда заходят на выступ. Будьте внимательны. Урона будет очень много. В первых секундах. Также для лучника контролируйте свой стан. Делайте так, чтобы моб не отталкивался к мобам и не агрил еще пачку. После нужно прыгнуть к следующему столу и начать бить кличей. Не нужно спускаться со стола, чтобы не дай бог какой-то моб не начал обходить стол. Тут, кстати, тоже есть ходунок баньши. Ждите пока она уйдет вправо к кличам. Как только она уйдет, можете агрить двух вампиров. По такой же схеме агрим босса и баньши. Баньши в приоритете. Не забыли про немку? Так она тут категорически нужна. Лутаем и выходим в предыдущую комнату. Разобрали две комнаты. Третью уже не будем. Так как видео и так будет очень сильно затянутое. Если нужно будет, я могу сделать отдельный разбор той комнаты. Если конечно будет комментарии, что хотели бы и ту комнату посмотреть. А пока что мы продолжаем. Сейчас будет лайфхак. Смотрите. Чтобы не бить этих всех мобов, нужно чутка пробежать. Бежим к двери, не трогая мобов. И прыгаем с обрыва, но прыгаем умно. Открываем крылья и разворачиваемся на 180 градусов к стене. Таким образом парим до тех пор, пока не исчезнут мобы. Как только исчезает, спускаемся. Будьте аккуратны. Внизу у вас поджидает несколько мобов, которые кусаются очень больно. Пусть лата спускается первым. Вот мы и внизу. И я вам покажу, как мы пробегаем всех мобов до босса. Если у вас танк, то можно прям сначала бежать. Главное, чтобы хил не хилил, а только моментально снимал дебафы. Ну а если вы боитесь, можете немного почистить, а потом уже бежать. Ну или на крайняк можете просто чистить. Тут проблем не должно быть. Так что давайте просто посмотрим. Субтитры создавал DimaTorzok Как только вы прибегаете к дверям, юзайте свиток поглощения урона и заходите. Хил должен или в последний заходить, или умирать, если кто-то не добежал, чтобы встать саморезом и помочь. Вот и все. Нужно ли вам рассказывать механику босса? Давайте все-таки я вам расскажу. Танк танкует где хочет, ДД бьет где хочет, но как только появляются мобы, они убивают по фасту их. Первый мобов сливать именно верных. Они взрываются очень-очень больно. Потом уже старательных стариков. Они накладывают дебаф. Кстати, насчет дебафов. Хил должен снимать со всех дебаф моментально, потому что это ваншот для каждого. Ну вот и все. Больше ж тут нечего рассказывать. Надеюсь, кто поставил лайкос и подписался на канал, будет такой же дроп, как и у нас. А на этом я могу заканчивать с удовольствием. Не забывайте заходить в нам в телеграм, там проводятся розыгрыши купонов, и не забывайте подписываться на канал, ведь дальше будет я еще познавательней. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok